Приветствую вас. Ваш текст описывает обиду на мать по поводу того, что она не принимает вас, по поводу того, что она не ценит вас, по поводу того, что ей, очевидно, в той или иной степени плевать на вас, ну, её волнуют только деньги, по факту, по сути. И, в общем-то, весь ваш текст, это история о том, что мама ваша вот она такая. И спорить, если честно, с тем, что она вот такая, ну, на мой взгляд, бессмысленно. Потому что, да, ваша мама такая. И, да, она ценит очень сильно деньги. И, да, на, ну, как бы, на вас ей, судя по тому, что вы описываете, на вас ей, если не плевать, то, ну, по крайней мере, всё равно. Вот. Это, к сожалению, очевидно. Вы говорите, что она всегда была такой. Вы говорите о том, что она всегда вела себя так. Вы говорите, что, что вот после того, как вы пошли работать, значит, она требовала у вас деньги. Вот. Вот она световала на то, что вы, значит, ну, не даёте ей того, что вам, того, что ей хочется. Вы не даёте ей того, что ей хочется. Вот. И, в общем-то, ну, это просто демонстрирует ориентированность вашей мамы на деньги, да, на финансы. Но никак не на вас как личность, как дочь, как человека и так далее. То есть, вы её не интересуете. И в этом смысле вам больно от того, что она вас не ценит. В этом смысле вам больно, вам неприятно, что она вас не ценит. Вы не понимаете, как можно ценить деньги, а не свою дочь. И в этом смысле вы её не принимаете. То есть, вы считаете, что она должна быть другой. Вы считаете, что она должна вести себя по-другому. Вы считаете, что она ведёт себя, ну, неверно и неправильно. Но, может быть, с точки зрения морали, с точки зрения культуры, с точки зрения таких вещей, вы, может быть, и правы. Точнее, даже не может быть, а, скорее всего, вы правы. Скорее всего, вы правы. Скорее всего, так всё и есть. Но, меняет ли это вашу маму? Делает ли это её другой? Позволяет ли ей ваша позиция измениться? Помогает ли вам ваша позиция? Делает ли вас ваша позиция счастливее? Очевидно, что у вас есть, ну, множество обид на неё. Очевидно, что у вас есть множество обид на свою маму. Очевидно, что у вас копится недовольство ей и так далее. Но, а можно ли маму изменить? Можно ли маму изменить? Можно ли сделать так, чтобы она стала другой? Я так не думаю. Потому что она, скорее всего, уже не изменится. Можете ли вы изменить к ней своё отношение? Да, возможно, можете, если постараетесь принять себя и принять её. Если, вероятно, допустим, будете отказываться от, ну, к примеру, от той позиции, что тот факт, что ваша мама относится к вам вот так, делает вас, например, плохой. Если вы, допустим, если вы примете себя, примете свою ценность, если вы примете свою ценность, вне зависимости от того, как относится к вам мама. И если вы, допустим, ну, не будете изменять, не будете сомневаться в своём представлении о, допустим, ну, в своём представлении о себе, значит, вне зависимости от того, что говорит вам ваша мама. Потому что пока что, судя по всему, вы сомневаетесь, пока что, судя по всему, у вас идёт обида на неё, да? Вот. Вам будет легче и, возможно, вам будет просто всё равно на то, что она, собственно говоря, о вас вообще думает. Что она, как она вообще к вам относится, потому что, ну, человек такой вот, вот такая, такая она, и можно ли с этим что-то поделать? Ну, наверное, нет. Если вы считаете, что, ну, если вы считаете, что с этим можно что-то поделать, если вы считаете, что это можно изменить, ну, как бы, я не думаю, что мы с вами, например, будем спорить. Если вы хотите, допустим, разобраться в себе в том, почему вам больно и от чего вам больно, то, ну, в таком случае мы можем вам помочь. Но по общему, по общему правилу больно вам может быть, потому что вы, во-первых, ожидаете от своей мамы некого другого поведения. Вы считаете, что она, ну, должна вести себя иначе, вести себя по-другому, вести себя как-то вот, ну, как-то иначе. Вот. Это первое. И второе, это вам больно из-за того, что вы воспринимаете на свой счет то, как она к вам относится. Вы воспринимаете на свой счет то, как она вас видит. Вы воспринимаете на свой счет ее отношение к вам. Вы из-за этого, возможно, хуже о себе думаете или что-то еще. И, возможно, вам требуется, как раз-таки, работа по принятию себя вне зависимости от того, как вот мама к вам относится, да. Вот. Потому что, пока что, на данный момент, это, ну, выглядит так, это выглядит так, как будто вы своей маме пытаетесь, знаете, вот что-то, ну, что-то доказать. Вот. Просто пытаетесь что-то маме своей доказать. Вот. При том, что она, как человек, ну, достаточно уже сформировавшись. И хорошо это или плохо, как бы не нам решать, вот, не нам решать этот момент, не нам, не нам, как бы судить ее. Вот. То есть, я думаю, я думаю, что, так, я думаю, что в таком случае и в таком контексте можно вам здесь ответить. Вот. Ну, мне так, опять же, мне так видится и мне так кажется. Вот. Значит так. Хотелось бы обсудить тему финансов в моих взаимоотношениях с матерью. Пишите вы. С тех пор, как я позоработал, этого без малого уже 15 лет, началась критика моих трат с ее стороны. То я тратил деньги пустые на путешествия, то я слишком дорогое по мне не купила. То есть все мои траты всегда пустые, глупые, расточительные всегда добавляют, что лучше бы эти деньги тратила на матерь. Мол, что она недостойна и хуже других, всем другим покупают квартиры, машины, путевки и т.д. Ну, здесь, понятно, что у вашей мамы есть определенные проблемы с восприятием себя и вас. Вот. Вопрос, опять же, в том, как это влияет на вас, то есть как вы это воспринимаетесь, как вы к этому относитесь. О, то есть на протяжении уже большого количества времени ваша мама ведет себя по отношению к вам вот так. И вы как-то адаптировались, например, к ее поведению, к ее отношению. Или вы каждый раз, например, ждете, что она будет себя по-другому вести, каждый раз вы ожидаете, что она будет как-то иначе, ну, как-то иначе взаимодействовать с вами. То есть что за эти вот 15 лет, да, что за эти 15 лет произошло, что за эти 15 лет изменилось? Именно у вас, именно в вас, и изменилось ли что-нибудь? Вот. А возможно, возможно, проблема в другом. Возможно, проблема еще в том, что было до того, как вы пошли работать. Дальше. Понятно, что она завидует, ей так хочется жить, но, увы, у меня средние доходы, квартиры входит, машины мне нет, и я не смогу позволить себе купить. Вот смотрите, вы говорите «увы». Я, конечно, не знаю контекста, в котором вы это написали. Может быть, вы, увы, преподносите здесь в каком-то другом качестве. Может быть, увы, вы их преподносите здесь в какой-то другой, ну, в каком-то другом моменте. Но пока что, увы, звучит так, вот, увы, звучит так, что вы сожалеете, что вы сожалеете о том, что не можете обеспечить маме то, что она хочет. То есть, я вот, конечно, не знаю, да, я не знаю, я думаю, что я ошибаюсь, я так думаю, что я ошибаюсь. Но, пока что, пока что, очень все похоже на то, что вы сожалеете, просто сожалеете о том, что не можете маме дать того, что она, собственно говоря, хочет. Вот, потому что и сами вы, сами вы, также, вероятно, недовольны своим доходом. Дальше, так, значит, далее я расскажу крайне неприятную ситуацию. В общем, я нарвалась на мошенников, потеряла довольно крупную сумму денег, все было настолько тяжело, что мне на что было есть. Но я ничего не просила и вообще не говорил ей об этой ситуации. Решила, что сама выкрепкула себе, я сама все это заварила, да и привыкла я рассчитывать жизнь только на себя, потому что у меня нет никакой поддержки. Ну, я бы здесь, конечно, сказал, что, с одной стороны, вы правы, с одной стороны, вы правы, говоря о том, что надо на себя как бы рассчитывать, с одной стороны. Но, с другой стороны, мне почему-то вот этот момент, он увидел, ну, увиделся так, для меня этот момент, увиделся таким образом, что вы не доверяете людям, что вы не выстраиваете с ними доверительных отношений. Понимаете? То есть, мне кажется, мне кажется, что, ну, вот, есть здесь такой вот аспект, мне кажется, что есть здесь такой вот момент, мне кажется. то есть, мне кажется, что вы, ну, имеете, может быть, некоторые проблемы с тем, как вы выстраиваете отношения с людьми. Имеете некоторые проблемы с тем, как вы выстраиваете отношения с, ну, вот, с окружающими людьми. И, возможно, есть какие-то основания у вас для того, чтобы не доверять людям, может быть, есть какие-то проблемы с этим, да, потому что, ну, ладно, судя по всему, нет мужчины, да, у вас нет, ну, не знаю, может быть, друзей, тут как бы нужно исследовать. Вот, эээ, то есть, как бы вот то, что вы привыкли рассчитывать на себя, не сделал вас чересчур закрытой. Дальше, значит, эээ, так вот, она узнала об этом все-таки, а как? И приехала ко мне и начала житель не громить мою квартиру. В буквальном смысле? Или в переносе? Самое главное, ей было жаль не меня, а почему вы решили, что я должно быть жаль вас. Ну, просто всего, что указывало на то, что я должно быть жаль вас, свою дочь, а то, что я отдала такую сумму денег. Ну, вот здесь, понимаете, вот здесь вы не обижайтесь только на меня, пожалуйста. Но, эээ, вы здесь, эээ, достаточно сильно похожи на свою маму. То есть, она говорит, что ты бы лучше матери деньги отдала, да? И вы говорите, говорите, что ей жалко не меня, свою дочь, а деньги. То есть, в этом смысле вы ведете себя практически так же, как ваша мама. Она пытается повысить, эээ, искусственно, искусственно, повторюсь, искусственно пытается повысить, эээ, свою ценность, эээ, путем, вот, того, что, эээ, ну, пытается привознести себя в общем. И вы тоже говорите, что она жалеет вот не меня, она жалеет не меня, свою дочь, а деньги, которые я потерял, я потерял, вот. При этом, на мой взгляд, вы игнорируете то, что с той день никогда не было вас жаль, судя по всему. И почему вы решили, что сейчас ей будет жаль, вас? Это большой вопрос. Увязываете ли вы жалость с потерей денег, и тогда она реагирует со своей позиции ожидаемо? Или вы увязываете жалость с тем, что вам нечего было есть? Ну, в таком случае, а когда-либо она о вас заботилась? Здесь нужно разбираться. Дальше. Эээ, так, лучше бы ей отдавайте деньги, а не мошенникам, то есть ни капли сочувствия хотя бы какого-то. Ну, опять же, да, а с чего вы решили, что она вообще может проявлять это сочувствие, например, к вам? То есть, есть ощущение, что вы пытаетесь ответственность приложить, есть ощущение, что вы пытаетесь приложить ответственность за то, что вы сделали с себя. То есть, я вас не обвиняю, я не пытаюсь вас обвинить, вы не подумайте, пожалуйста, чего плохого. Вот, у меня нет такой цели вас именно обвинять. Но, я хочу сказать, что, почему мама должна вам сочувствовать, если вы, как вы сами выразили, сами заварили эту кашу. Ну, вот эту кашу, я имею ввиду, с мошенниками и с деньгами. То есть, вы, с одной стороны, вроде бы берете на себя ответственность, с одной стороны, вы берете, вроде бы, на себя ответственность за то, что сделали. А, с другой стороны, вроде бы, нет. И, с другой стороны, вы, вроде бы, ждете, ждете от мамы сочувствия. Хотя она, ну, как бы, никогда вам, никогда вам его не проявляла. Понимаете? И, вот это, наверное, то, что является, ну, возможно, чисто вашей проблемой. То есть, проблема именно ответственности за то, что вы делаете. Проблема ответственности за то, как вы поступаете. Вот, мне кажется, что это важный момент данного вопроса. Дальше, дальше. Значит, после этого она пыталась слезть в мое управление финансами, но я ей отказала, естественно. А то я ведь дура такая, отдаю чужим людям деньги, а надо маме все отдавать. Ну, то есть, вот, да, здесь вот вы улавливаете, да, похожество и говорите. Ей была жажда на меня, свою дочь. А то, что я отдала деньги, тут говорят, отдаю чужим людям деньги, а надо маме отдавать. То есть, видите, такое вот искусственное завышение собственной ценности, собственной значимости, что у вас, что у матери. То есть, вы обе недооцениваете себя. Ну, на минутку, это мои деньги и мои потери, при чем она? Да, и почему она должна в таком случае вас жалеть, если она ни при чем? Она не бедствует, мы живем отдельно. Все так, все так. Знаете, я, в принципе, всегда знала, что на нее никогда нельзя рассчитывать. На этот случай еще больше усилил холод между нами. Это мне очень больно, и я не понимаю, как можно ценить деньги выше своего ребенка. Очень просто, если есть выбор ребенка, человек не любит. Ну, просто вот не любит человек своего ребенка. Все, и все. Другой вопрос, для чего вам понимать, как можно ценить деньги выше ребенка? Что вам даст это понимание? Это уже немножко другой вопрос. Что касается холода, то мне кажется, что обида и боль возникают у вас от того, что мама для вас, возможно, единственный близкий, единственный близкий человек, единственный родной человек. И, как бы, ее отдаление вам болезненно, вам болезненно, я понимаю. Но, мама, скорее всего, не изменится. Она, скорее всего, такой и останется. Что касается, как бы, боли, то боль, ну, боль в данном случае, естественно, потому что, если вы чувствуете себя одинокой, например, то понятно, что вам не хватает какого-то общения, вам не хватает социального взаимодействия. Вот. Ну, на мой взгляд, этот момент корректируется за счет выстраивания отношений с людьми и все-таки развития полагания не только на себя, но и на них тоже. С другой стороны, если, друзья, мужчина, например, у вас все же есть, если все это у вас есть, и вам все равно обидно, значит, есть какие-то, ага, какие-то конкретные обиды именно на мать. Именно на мать есть в таком случае, ну, обиды. И мне кажется, вот мне кажется, что, ну, в данном случае, просто нужно этот момент проработать. Просто более подробно, просто более подробно проработать этот момент. И все. То есть это нехорошо и неплохо, то, что с вами сейчас происходит. Это просто данность, это просто данность такая. Понимаете? Вот и все. Ну, вы решите для себя сами, вы можете решить, точнее, для себя сами, что с этим делать дальше. То есть, будете ли вы с этим что-то делать, или вы будете по-прежнему, например, внутренне, да, внутренне, вы будете по-прежнему бороться со своей мамой. Вот. Понятно, что хорошего в этом, в принципе, ничего нет и быть не может. Вот. Такой, примерно, аспект, такая, примерно, ситуация. Вот. То, что я могу вам сказать. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ вам помог. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго и удачи.